Друзья, вы думаете это укол какой-нибудь? Нет, это не укол. Это открывать бутылочку. Вообще это насос. Это настоящий насос. Для велосипеда я бы не стал, а так для бутылочки. Мне все время говорят, что вы показываете? Это все давно есть в Российской Федерации. Друзья, в Российской Федерации так много всего стало. Я тут слушал одного человека, он говорит, что если бы взять советского человека и показать и завести его в Ашан, вот тогда, в наше время, то что бы с ним вообще было с этим человеком? У вас так много всего есть, что если я вам не покажу как, так вы, может быть, никогда и не заведете себе, у вас такой выбор. Значит, вот что мы делаем? Мы бутылочку сейчас будем доставать, пробочку из бутылки. Я думаю, это процесс знакомый всем. Зачем это делается, тоже понятно. И так вот я уколю. Как раз уколол, легко уколол. Значит, что мы будем делать? Мы будем качать насосом, создавать избыточное давление в бутылке. И, соответственно, вот эта кошерная пробка вылетит из этой кошерной бутылки и кошерное содержимое, значит, достанется нам по праву. Вот. Так, пожалуйста, вот я качаю, пожалуйста, создаю из... Господи Боже мой. Легко ушла, друзья, легко ушла. Если бы это все, конечно, не было кошерным, а было, как мы с вами понимаем, оно бы держалось крепко. Вот. Но здесь Бог помогает. Поэтому... Так, сейчас. Скажи, что сейчас Пейсо. А, что сейчас? Пейсо. А, это Пасха, да. Это, значит, еврейская Пасха. Смысл ее в том, что ушли-то хи из Египта. Ушли-то... Сейчас многие обсуждают, сколько с собой забрали из Египта, сколько потом делили, до сих пор поделить не могут. Друзья, не в этом дело. Это праздник свободы. Не все дошли. Точнее, никто не дошел. Но от этих ушли. От этих ушли до тех... Ну, дети дошли. Дети... Даже вот мы в Америку приехали. Тоже, понимаете? Тоже в таком процессе. Оттуда ушли. Здесь... Мы здесь лучше устроились, чем, сами понимаете, когда манна небесная. Манна небесная была прототипом нынешнего гелфера. Когда те, кто еще в пути... Знаете? И вот это... Мне это напоминает анекдот, когда спрашивали в брежневские времена. Спрашивали, а чего, говорят, вот там 50 лет советской власти, спрашивают, там Брежневых. Или там при коммунизме все будет, а сейчас ничего нет. Он говорит, а в дороге кормить никто не обещал. Понимаете? Почему, если там будет? Вот и там тоже никто не обещал, но пришлось кормить. Вот. И вот эта традиция, она продолжается у нас. Тоже сейчас вот с этим гелфером и всякими другими делами. Но, друзья, праздник. Праздник. Кошерная бутылочка. Гарик прораб. Гарик... Это праздничный. Это человек праздник. Причем. Нет, ну как праздник. Ну, праздник. Праздник. И сто праздничный. Уже открыто. Диетический. Да, Гарик прораб. Как вы видите, друзья, настолько обрусил человек. Да, а можно сказать, что водка кошерная? Нельзя, потому что... Ну, на Passover она точно нельзя, потому что она сделана из зерна. А на Passover есть ограничение на зерно, поскольку оно должно быть 18 дней от момента того, как собрали, до момента, как что-то из него приготовили. То есть можно сделать кошерную водку? Нет, я знаю, как надо сделать. Но за 18 дней можно. Я знаю, как надо сделать. Не знаю. Прежде всего, если делал еврей водку. Если делал еврей водку. И молился при этом. Это кошерная. Главная энергия, которую мы туда... Или можно сбегать краба, и за пятерку надо сделать кошерную. Друзья, вообще надо сказать, что вообще идея кошерности, в отличие от того, как ее многие понимают и практикуют, изначально состоит в том, что ты не можешь взять жизнь, а там, не знаю, курочки или там, ну что там люди едят. Курочки. Курочки. Курочки, не надо курочек. Ну, убежали. Живое существо. Там морковка, кошерность морковки бессмысленна. То есть морковка, она выросла и выросла. Но вот, допустим, если это живое существо, то ты не можешь просто так забрать жизнь у живого существа с целью пропитания. Вот. То есть ты можешь забрать, но ты должен это делать по правилам. И вот это правило, это и есть кошерность. То есть ты благодаришь, ты не можешь там сделать, забрать эту жизнь, чтобы было больно, например. Это вот оттуда все идет. А уже дальше там, уже наворотило, наворотило, наворотило. И для многих это просто ритуал, смысл которого они давно забыли, там и не понимают. И вот там говорят, какие-то евреи, они в борщ сметану кладут. Понимаешь? Если мясной. Мясное с молочным, конечно, конечно. Да, если борщ мясной. Если постный. И я просто чем рассказываю? Да ну и... Вот, пожалуйста. Клонышек. Да. Есть вино, пробочка вышла изумительно. Значит, начинка. Да, вот уже русский стандарт, друзья. Может быть мы уже нальем? А как же? Мы, конечно, нальем. Друзья, очень рекомендую, очень рекомендую. Я делал когда-то сюжет, обыскался покупать. Знаете, вот принес человек однажды, там, несколько лет назад. Ну, мы, как в песне, там, «Пьют евреи пол-литровку на 14 персон», мы пили вот это, мы пили несколько лет. Знаете, а потом никак не могли купить другую. Ну, вот я выписал из Лос-Анджелеса, нашел в Лос-Анджелесе коньячок, там, французский, изумительно, рекомендую. Будете во Франции, или, может быть, там, в Ашане, там, да, из Лос-Анджелеса, я думаю, вам не придется выписывать. Очень рекомендую. Мы вот тут, ну... Слушай, он в России будет стоить не столько, он будет раз в три дороже. Налоги какие-нибудь? Нет, просто обычно русские платят больше, потому что престижные. Даже денег больше у них там, да, это понятно. В общем, друзья, тоже рекомендую, тоже хорошо к любому празднику, независимо от кошерности. Ну, и тут у нас, в общем, что Бог послал. Вот, иначе... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова